Празднование Курбан-Байрама в России Религия и мировоззрение Празднование Курбан-Байрама в России 12 часов, 11 августа 2019 года РИА Новости, Максим Багодвид Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, по-тюркски, или Италиатха, по-арабски, один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зульхиджа Исламского лунного календаря и продолжается 3 дня. Один из восьми Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, по-тюркски, или Италиатха, по-арабски, один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зульхиджа Исламского лунного календаря и продолжается 3 дня. РИА Новости, Максим Багодвид РИА Новости, Максим Багодвид Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку, Саудовская Аравия. Слово Курбан происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с приближением. Два из восьми Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку, Саудовская Аравия. Слово Курбан происходит от арабского корня АКРБ, который несет в себе значение всего, что связано с приближением. РИА Новости, Максим Боготвит РИА Новости, Максим Боготвит Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах. Три из восьми. Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах. РИА Новости, Максим Боготвит РИА Новости, Максим Боготвит Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается не задолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров, быков, буйволов, овец или коз. РИА Новости, Максим Боготвит РИА Новости, Максим Боготвит Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту Сирату. 5 из 8 РИА Новости, Максим Боготвит РИА Новости, Валерий Мельников Власти Москвы в 2010 году поддержали обращения общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-Байрон. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье. 6 из 8 Власти Москвы в 2010 году поддержали обращения общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-Байрон. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье. РИА Новости, Валерий Мельников РИА Новости, Евгений Одинаков В России день, приходящийся на Курбан-Байрон, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения, Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым, он официально объявлен выходным. 7 из 8 РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, Евгений Одинаков, председатель Совета Муфтеев России Равиль Гайнуддин на благослужении в честь праздника Курбан-Байрон в Московской соборной мечети. 8 из 8 Председатель Совета Муфтеев России Равиль Гайнуддин на благослужении в честь праздника Курбан-Байрон в Московской соборной мечети. РИА Новости, Евгений Одинаков Продолжение следует...